МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа Афиша. И я, ее ведущая, Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брянский тюз приглашает посмотреть музыкальную сказку «Коза Дереза» в исполнении актеров Калужского театра юного зрителя. Это история о проделках вредной и капризной козы, которая жила у деда как барыня и делала всякие пакости. Начало завтра в 10 и 12 часов. А в 15 часов начнется музыкальный спектакль «Подарок феи» по мотивам сказки «Шар для перо Рики с хохолком». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городской выставочный зал приглашает на открытие выставки «Крымская весна» на Брянской улице. Работы членов фотоклуба Евпатория в Брянске выставляются впервые. Полюбоваться на красоту Черного моря, великолепную природу Крыма, познакомиться с жизнью крымчан можно будет завтра, начиная с 3 часов дня. Здесь же можно посмотреть работы Юлии Агеносовой. Персональная выставка автора под названием «Улисс» посвящена роману ирландского писателя Джеймса Джойса. Каждый из 18 глав произведения соответствует определенный цвет, но связующей нитью для всех живописных полотен Юлии Агеносовой становится тонкая оранжевая линия, проходящая через все картины. Выставка открыта с 10 до 19 часов. Библиотеки города приглашают принять участие в образовательном проекте «История России глазами Карамзина». Презентация исторического эссе «Граф российской истории Карамзин» состоится в концертном зале Школы искусств имени Николаевой завтра в 13.30. Киноиндустрия в нашем городе завтра будет представлена разнообразными фильмами, в том числе новинками. Американская приключенческая драма «Книга джунглей». Непримиримая борьба с опасным и внушающим страх тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. Боевик совместного производства России и США «Хардкор». Прекрасная супружеская жизнь рядом с очаровательной Эстель – это все, что помнит главный герой после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории. В ролях Шарлота Копли, Данила Козловский и другие. Французская комедия «Пришельцы 3. Взятие Бастилии». В третьей части «Граф с оруженосцем» отправляются в самое сложное для Франции время – период французской революции. В ролях Христиан Клавье, Жан Рено и другие. Комедийная драма совместного производства Великобритании, США и Германии «Эдди Орел». Фильм повествует о трампленисте Эдди по прозвищу «Орел». Он прославился благодаря своим неудачам, ибо на всех соревнованиях он занимал последние места. В ролях Том Костелло, Джо Хартли и другие. Российская драма «Коробка». Для главного героя Кости уличный футбол – это его жизнь, а футбольная коробка – второй дом, где играют только свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией. Теперь это не просто игра, это война. В ролях Сергей Романович, Сергей Подольный и другие. Американский фантастический триллер «Кловерфильд-10». Проснувшись после автомобильной аварии, девушка оказывается в подвале человека, который утверждает, что он спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни. Российский триллер «Маршрут построен». Семейная пара покупает автомобиль, в котором произошло убийство, и на нем отправляется в ночную поездку в другой город. Драма российского производства «Герой». Между двумя молодыми людьми вспыхивают чувства. Но вдруг Первая мировая война. Его уводят на фронт ее медсестрой в госпиталь. Американская комедия «Миссия в Майами». Накануне собственной свадьбы Бен отправляется с братом своей будущей жены в Майами, чтобы схватить наркодельца. Российская комедия «Помню, не помню». Жизнь скромной девушки Алены меняется за одну секунду. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание и приходит в себя в больнице в чужом теле. Американский триллер «Экстрасенсы». Способность помощника ФБР Джона Кленси видеть прошлое оказывается бессильно перед новым противником – хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Драма совместного производства Норвегии, Франции, Дании и США громче, чем бомбы. Спустя несколько лет после гибели военного фотографа Изабель Рид, ее семья, так и не сумевшая смириться с утратой, находит новую информацию об истинных причинах ее смерти. Американский фантастический боевик «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. Пока «Бэтмен» и «Супермен» пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза для человечества. Российский мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе» в формате 3D. Выдающиеся ученые его команды отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут опасные приключения. Комедийный мультфильм в формате 3D «Зверополис». В современном городе, населенном разными животными, появляется новый офицер полиции – жизнерадостная зайчиха. 8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации. В этот день, 104 года назад, состоялась премьера первого отечественного мультфильма «Прекрасная люканида». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Кукольная анимация имела огромный успех не только на родине, но и за рубежом. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой. Многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых о нервотворной модели. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА